Я считаю, что Днепр по своему составу и по финансированию все время должен быть претендентом на чемпионство. Но в силу каких-то определенных обстоятельств, или внутренних, или внешних, Днепр все время остается, знаешь, как в жизни, бываешь молодым-молодым, а потом раз и стал старым. Так и Днепр все время стремится, а в конце ему чего-то не хватает. Или с Кривбасом потеряет, или с Одессой, как в данном случае. Хотя по игре Днепр, я вот с металлистов смотрел последнюю игру, но мне Днепр понравился. Играл первым номером, учитывая, что да, в металлисте непростые ситуации, но все равно там играют аргентинцы, южная школа более техничная, Днепр практически ни в чем не выступал. Не забил за Зуля два мяча чистейших. Поэтому я считаю, это просто какое-то невезение. Это как, знаешь, есть рок в семье, есть рок над командой. Вот что-то они, наверное, в жизни не так кто-то из них сделал, что вот им что-то не хватает. Хотя это и украинская, и все сегодня за Днепр болеют. Даже не являясь там фанатами Днепра, болеют, чтобы была какая-то смена. Мы видим, что Шахтер сегодня чуть-чуть не дотягивает, Динамо Киев удачно выбрала тренера, да, и как бы тактику. Ну повезло просто, бывает же в жизни везет. И поэтому Днепр сегодня, вот это у них был шанс. Кто им металлист все время не давал, сейчас и у металлиста есть какие-то проблемы. И все равно я считаю, что Днепру вот что-то не хватает именно в ментальности, или у них все время кто-то виноват. Вот я Селезневу как не послушаю, у него все время кто-то виноват. Да, но ты забей на один мяч больше и потом рассказывай. Да, есть какие-то субъективные, да, судья должен был засчитывать этот мяч, но он перед этим должен конкаву удалять. То есть мы же должны разбирать в комплексе, а мы берем один момент, сегодня эту команду устраивать, завтра это устраивает. А надо брать игру в комплексе, с металлистом же никто не мешал. Забивайте свои мячи чистейшие, все выигрывайте.